Всем привет-привет! Всем отличная пятница! Надеюсь, меня слышно хорошо. Так, сейчас, секундочку. Надеюсь, что у меня микрофон мой не поведет и все будет хорошо. Давно я с вами не общалась. Сейчас, секундочку. Так, давно я с вами не общалась и не виделась я не планировала сегодня записывать такой видеорасклад. Причиной послужило то, что я записала беседку на один комментарий, который меня попросили и такая, знаете, будучи под впечатлением, думаю, давай-ка я запишу. Расклад давно у меня не было. Наверное, соскучились. Не знаю. Мне кажется. Поэтому сегодня будет расклад именно в таком формате. Потом я вернусь к формату рук. Сегодня для тех, кто хочет порадоваться, порадуется. Кто нет, ну, не будет смотреть. Итак, тема сегодняшнего нашего расклада. Во-первых, расклад будет на одну позицию. Потому что я смотрела на себя и на камеру, когда мы, я себя не видела. Очень забавно. Расклад на одну позицию. Тема «Ваша связь с бессознательным». Мы посмотрим несколько вопросов на эту тему. Почему такой вопрос? у моего мастера есть услуга такая, как раз таки, где можно будет проверить, какая есть связь с бессознательным. Почему? Потому что почему эта связь важна? Потому что оттуда мы черпаем информацию, оттуда мы можем черпать знания. И на самом деле это такая очень мощная поддержка для тех, кто действительно хочет заниматься саморазвитием. Поэтому сегодня мне захотелось пользоваться той идеей либо той услугой, которая есть у моего мастера Натальи. Хочу сделать такой расклад. Я не думаю, что он будет большой, будет коротенький. Вот. Но в любом случае. Поэтому и на позицию. Итак, первый вопрос. Какая у вас связь с вашим бессознательным? Если она у вас есть, мы посмотрим. Если нет, значит, на этом расклады закончим. Итак, есть ли у вас связь с вашим бессознательным? Королева мечей говорит о том, что да, есть эта связь, и эта связь, она больше идет как-то на интеллектуальном уровне. То есть здесь идет смещение вашего сознания в сторону бессознательного, но в дальнейшем вы как будто бы это все интерпретируете, используя свои интеллектуальные способности. То есть где-то может быть даже есть в некоторой степени сомнения, то есть связь может быть со мной существует, но есть сомнения по поводу, либо неуверенность, по поводу того, что если эта связь, если эта связь есть, и я подочерпаю информацию, действительно, или я черпаю эту информацию из бессознательного, либо откуда-то другого источника, то есть здесь такие моменты они присутствуют. Какая еще ваша связь с бессознательным? Ну, шестерка мечей, она говорит о том, что, опять же таки, что связь присутствует, и эта связь, она развивающая. То есть если вы будете на нее опираться, если ее изучите, если будете с ней каждый день взаимодействовать, и подпитывать ее, и раскрывать, и развиваться в этом направлении, да, то очень многое сможете в своей жизни узнать. Это та связь, которая поведет вас в новое, причем абсолютно новое, это новые берега, это не старые песни по-новому, а это абсолютно новые горизонты у вас откроются в интеллектуальном понятии. Еще какая у вас связь с бессознательным? Штевка кубков. Связь с, может быть, с вашими прошлыми воплощениями, либо эта связь, либо она идет из детства, либо она уже давняя, не знаю, пользуетесь вы ей или нет, но то, что она существует, существует. Это такой достаточно чистый канал, но мне кажется, он как-то здесь что-то веет из прошлых воплощений, то ли есть связь с вашими прошлыми воплощениями, то ли этот канал был у вас в детстве вы им пользовались, а сейчас нет. Но это не что-то такое новое, приобретенное. Это вам уже хорошо знакомое. Но оно как будто не осознается вами по десятке мечей. Она может быть была эта связь с вашим сознательным в детстве, но потом остановилась, по какой причине вы испугались, или какие-то эмоции, чего конкретно вы испугались, что нужно будет сделать какой-то выбор, что от чего-то придется отказаться. Наверное, здесь очень похоже это на то, что нужно будет отказаться от... Вы усомнились в истинности этого источника, да, то есть насколько оттуда информация, она настоящая. И здесь такое ощущение, как будто бы пришлось бы отказаться от каких-то убеждений, что ли, с одной стороны. С другой стороны, это может быть то, во что вы верили до этого момента. Почему? Потому что получая информацию из вашего бессознателя, она возможно, она будет идти в противовес либо противоречие будет создаваться с вашими знаниями, которые присутствуют на данном этапе. Поэтому здесь вопрос выбора, и вы скорее всего выбрали не в пользу этого канала, этой связи. Еще какая у вас связь с вашим бессознательным. Здесь по дьяволу здесь может быть опять-таки в контексте страхов идет, то есть какая-то разрушающая сила, я не могу понять, то ли во-первых, здесь стопроцентно есть ощущение того, что вы не совсем понимаете, что такое бессознательное, вы не совсем понимаете эту связь, ее пользу. Почему? Потому что дьявол здесь говорит о том, что есть страх разрушения, что я как будто бы, если буду ее использовать, я сам себя разрушу, аркан шута, что я превращусь в дуракарство, либо я как-то здесь цепляетесь за что-то, опираясь на какие-то логические свои понимания, на какие-то свои логические связи в голове, а тут получается, возможно, эта связь будет в некоторой степени иррациональной, и вы боитесь, что эта информация, полученная из бессознательного, она будет вас разрушать, что вы покажетесь глупцом, что, возможно, вы потеряете свой авторитет. То есть она вам как будто бы не во благо будет, понимаете? Что, может быть, она будет вам мешать в вашем развитии, что будет как-то уводить вас от вашего пути. Здесь очень много сомнений, как правило, сомнения у нас возникают тогда, когда у нас недостаток информации, но то, что связь с вашим бессознательным есть, это так, здесь очень много страхов на этот счет. И вы эту иррациональную составляющую хотите как-то объяснить себе рационально. Это невозможно. Поэтому вам проще отказаться от нее. Активна ли она? Ну, в принципе, мы посмотрели, давайте посмотрим. Да, активна. Здесь связь активна, хотя для кого-то она как-то какой-то период либо заблокирована была, либо вы от нее как-то открещиваетесь, но по магу здесь активна. Но опять-таки, маг дуальный аркан. Я не могу сказать, что здесь 50 на 50, здесь нету в равной степени. Здесь как будто, вы знаете, присутствует некая такая хитрость, то есть, когда мне выгодно и как-то безопасно я могу пользоваться этой связью и получать информацию, либо не осознавая. А в каких-то моментах я как-то осознанно от нее отказываюсь. Вы как-то так, знаете, по-хитрому для себя используете эту связь. То, что она активна, она активна. Что она может вам дать? Давайте посмотрим так. Что она может вам дать? Во-первых, может дать какое-то успокоение вашей души и здесь как-будто бы как-то лучшее понимание что ли. Вы как-то можете выпадать тройка кубков и луна, вы сможете получать необходимую вам информацию, как-то проще, быстрее, легче. Она будет давать вам какие-то результаты. То есть здесь луна это как раз проявление вот этого вашего бессознательного. Здесь не в контексте страха. С другой стороны, она поможет, эта связь поможет вам как-то определять момент, что есть иллюзия, а что есть реальность. она будет помогать вам в ваших выборах. Также будет помогать увидеть возможности, которые вам предоставляются. С другой стороны, вы сможете энергетически наполняться и восстанавливаться быстрее. То есть те моменты, когда вы будете впадать в какое-то умное апатия, вы благодаря связи с вашим бессознательным сможете быстрее выходить из этого состояния и замечать какие-то возможности. Причем возможности какие-то новые для развития именно вашей души. Не в контексте того, что посмотри там в этом направлении будет твоя работа. Нет. А как будто бы здесь какие-то подсказки как символы идут, используя которой вы как-то во-первых будете понимать свою жизнь. Я сейчас попробую вам объяснить в каком консерте допустим что-то случилось в вашей жизни и вы не совсем поняли причину следственную связь. Допустим почему я пругался с этим человеком. Либо человек пришел в моя жизнь и я так и не поняла для чего он вошел в мою жизнь. То есть какой толк от этого какая польза лучше бы вообще не заходил. Вот здесь как будто связь с вашим сознанием она будет показывать всю картинку возможно как-то объяснит прошлое существование у вас обоих в прошлых жизнях либо подсветит задачу то есть что конкретно хотел этот человек вам сказать своим присутствием. Знаете это что-то аналогичное раскладам Таро когда ты делаешь расклад человек слушает он лучше себя понимает. Вот что-то в таком формате здесь идет как возможность как подсказка. Что еще связь с вашим сознанием может вам дать движение вперед это мотивирующая составляющая в сторону чего в сторону финансов для кого-то здесь финансовая сторона вопроса улучшится для кого-то семейная сторона вопроса мне кажется все-таки здесь понимание в большей степени как-то материи того как она устроена также здесь идет помощь на выстраивание взаимодействия отношений с другими людьми более такие знаете на равных что ли на уровне выимы да то есть ты помогаешь мне я помогаю тебе то есть какие-то такие здоровые отношения здесь будут выстроены и вот в большей степени как-то показывают мне формат вашего развития поможет вам развиваться причем развиваться и идти именно в том направлении в котором вам нужно то есть не уходить в какие-то заблуждения не знаю это какой-то навигатор как какой-то путеводитель используя которые вы прямо идете к своей цели здесь как экономия времени идет да и вот все что лишнее ненужное оно будет уходить из вашей жизни так в чем польза в чем польза ну аркан императрицы лучшее качество жизни яркое не знаю как тут как благостное что ли здесь идет праздник легче жизнь будет легче качественнее и изобильнее еще в чем польза ну страшный суд изменит вашу жизнь и разделит ее на до и после вы как будто вы заново сможете возродиться вы очень много узнаете о себе и как следствие вот ваше отношение к жизни оно изменится оно станет другим вы как будто вы поймете что сейчас я могу управлять своей жизнью да то есть я не являюсь заложником да каких-то там обстоятельств своей жизни ну как минимум я являюсь сотворцом как минимум а как максимум вы вот понимаете это когда все идут в одном направлении вы останавливаетесь и идете например там не знаю в обратном направлении либо сворачиваете как-то направо и вы понимаете что вот я пойду туда не потому что я хочу идти против всех а потому что мне именно туда надо и я занимаюсь именно своим делом я делаю то что нужно конкретно моей душе то есть здесь вот как-то связь идет с вашей душой поэтому как-то напрямую получаете информацию но страшный суд говорит о том что в период перемен в жизни да в период смены эпох вы сможете брать ответственность за свою жизнь да стать ну то есть от вас как будто будет зависеть куда вы пойдете что вы будете делать то есть здесь нету как вмешательства высших сил есть моменты да когда как будто бы сама судьба вас ведет куда-то а тут вот я не знаю вы не то чтобы как-то словили джак-пот да а вот вы как будто вы на прямой линии с самим творцом и вот он вам говорит да вот туда пойди вот это сделай и будь тебе добро другие люди тоже могут прийти к этому но каждый идет по своему кто-то может потратить больше времени кто-то может потратить всю жизнь и не прийти а кто-то может прийти окольным путем да то есть а у вас вот как будто бы знаете как бывает как скоростная трасса да где очень мало светофоров либо бывает так когда ты торопишься куда-то вот словил один красный светофор и все и они все как на зло красный-красный-красный ты останавливаешься тебе надо быстро влезти в ту точку куда тебе нужно а тут вот такое ощущение что вот у вас будет зеленый светофор и вы сами будете удивляться вот почему все дороги то открыты а потому что вы будете идти в правильном направлении но это не говорит о том что это будет легкий путь это говорит о том что очень многое кстати вот если вы выберете взаимодействие с этой связью с вашим сознательным очень многое рушится будет в вашей жизни очень многое и будет очень много кризисов но от вас будет зависеть как вы эти кризисы как вы эти разрушения будете использовать вы благо себе или нет но то что перемены будут сразу это точно в чем еще польза семерка мечей двойка кубков ну как минимум это польза в том что вы не будете врать уже сами себе не получится потому что вы уже будете знать напрямую информацию это как ясно знание вы не можете это объяснить но вы чутко знаете эту информацию это так а с другой стороны здесь как будто бы не получится обманывать либо вас либо вы других людей во взаимодействии в том числе и в отношениях то есть не получится здесь как будто бы знаете как в некоторой степени как открывается третий глаз и ты уже наперед знаешь какую-то информацию и ну не получится другой человек не сможет тебя обмануть потому что ты уже знаешь эту информацию а ты не можешь обмануть потому что тебя совесть замучит здесь как-то так четверка стабилизируется ваша жизнь в некоторой степени, я не могу сказать, что она станет легкой, но она станет более как-то понятной ясной, конкретной, да, то есть у вас сразу как будто, вы знаете, появляется путь и все ненужное, оно как-то отсекается очищается, это как не знаю, как некое такое решето, когда чистишь там, например, рис либо просеиваешь муку, вот все, что ненужное, да, вот она уходит а суд сама остается вот в вашем случае это будет что-то такое вот в этом будет польза а вред будет ли вред опять-таки, польза и вред это субъективное, да, все будет ли вред пожмучить ваш кубков ну, вред единственное это то, что, ну, не дастся вам побыть ребенком, да, вы не сможете больше быть инвантильным, у вас не получится больше как-то конфликтовать, может быть ссориться с другими людьми, да, как-то что-то им доказывать не получится не получится, возможно, обижаться на других людей ну, потому что вы будете понимать информацию, да, то есть смысл вам обижаться на другого человека, если вы знаете его мотив ну, если вы понимаете его мотив опять же таки, является это вредом если человек привык к определенному образу жизни и в его жизни что-то меняется ну, например, да, люди старшего поколения любят очень сетвать на свое здоровье при этом ничего не делать ради того, чтобы быть здоровым почему? потому что у них вторичная выгода это в том, что когда я там ною, да, в кавычках на меня обращают внимание таким образом я получаю необходимую дозу любви, да либо энергию, внимание в свою сторону а тут, если я буду здоровым, на меня никто не будет обращать внимания и я никому не нужен вот с такой точки зрения, да люди больше, опять же таки, там, преклонного возраста уделяют внимание своим каким-то заболеваниям, да вот, начинают как-то ныть и здесь примерно то же самое, да то есть если вы привыкли быть в каких-то моментах инфантильным почему? ну, потому что так удобно, так выгодно, да другие люди за меня берут ответственность либо я там прикидываюсь дурачком человеком, который, ну, ничего не умеет ничего не знает почему? потому что у меня есть спроса меньше вот, тогда это все окей вот здесь это не получится еще в чем бред королева пендапли шестерка пендапли здесь придется выстраивать какие-то ну, вот, правильные границы, да то есть не получи, вот этот вот обман, который присутствует и манипуляции во взаимодействии с людьми а это присутствует абсолютно у всех, да то есть это у кого-то более осознанно, у кого-то менее осознанно но манипуляции так или иначе присутствуют во всех взаимодействиях потому что все мы ищем какую-то свою выгоду да, в чем-то допустим, даже если мы о чем-то просим какого-то человека, да помоги, например, сетки понести да, это тоже своего рода манипуляция очень мягко, так скажем смолебировала человеком для достижения своей какой-то цели, да и вот здесь, ну, опять же таки, можно это назвать вредом здесь придется человеку жить по совести здесь придется жить вот именно ну, не получится обмануть не получится жить так, как вы жили раньше вот об этом вот такой расклад не знаю, я не приготовила других вопросов вообще это как-то для меня очень неожиданно вот что я снова вышла я знаю, что многие будут писать или не верните этот формат он нам нравится почему-то потому что нам важна ваша энергия одно дело, когда слышу ваш голос вот, а другое дело, когда мы уже привыкли вас видеть тем более по утрам, да, вместе с вами пьем кофе ну, тоже это очень приятно вот, остановила я этот формат тогда потому что у меня какая-то причина была я, по-моему, операцию делала вот, и мне надо было восстанавливаться и я была непригодна, да, к внешнему виду так выходить не знаю, я подумаю я подумаю, я просто сейчас вспомнила и наполнилась этими энергиями мне кажется, это здорово главное, чтобы микрофон не подвел потому что вот этот микрофон, который дали далекий, у меня два микрофона один короткий когда я записываю руки там все хорошо слышно а второй вот этот вот, который далекий он как-то периодически у меня глючит надо купить микрофон беспроводной тогда не будет каких-то проблем вот, ну, я подумаю я ничего не обещаю я не подумаю я встречаюсь с вами хочу пожелать вам прекрасных выходных бедницы, да, сегодня в разделе сообщества зайдите, посмотрите, пожалуйста анонс на облиц-консультацию вот а я с вами обращаюсь вам самого лучшего всем пока-пока я была очень рада вас увидеть здесь и тоже прощаюсь с вами вот 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 я